Министр ВВС США и конгрессмен хотят рассекретить секретные космические программы. 7 декабря министр военно-воздушных сил США Барбара Боретт и конгрессмен США Майк Роджерс заявили участникам Ригановского форума национальной обороны, проходившего в президентской библиотеке имени Ригана, что они выступают за рассекречивание информации о секретной космической программе ВВС, чтобы привлечь общественность к поддержке космических сил США. Их комментарии подтверждают, что ВВС США находится на грани раскрытия правды о секретной космической программе и что космические силы являются жизненно важной частью серии потрясающих разоблачений, которые ждут впереди. Комментарии Боретта и Роджерса были опубликованы Дефенс Ньюс в статье репортера Натана Страута с привлекательным названием «Боретт. Роджерс рассматривает рассекречивание секретных космических программ». Боретт и Роджерс выступали на форуме «Следующие шаги в космосе» запуск шестой военной ветви Америки. На панели Боретт сказал, рассекречивание некоторых из того, что в настоящее время хранится в надежных хранилищах, «Было бы хорошей идеей. Вы должны быть осторожны с тем, что мы рассекречиваем, но есть гораздо больше секретных данных, чем нужно». Роджерс, соавтор первоначального законопроекта Палата представителей о создании космических сил, согласился и сказал, что информация о космических программах была в подавляющем большинстве засекречена. Роджерс подробно остановился на необходимости рассекречивания секретной инфраструктуры ВВС в космосе, чтобы завоевать общественную поддержку космических сил. Как члены Комитета по вооруженным силам и военные присваиватели, мы это понимаем. Но нам нужно, чтобы другие наши коллеги в Конгрессе поддержали нас, внося изменения, которые нам нужны, и ресурсы, которые нам нужны для этого. Это не произойдет, пока они не поймут угрозу и зависимость, которую мы имеем. И я не думаю, что это может произойти до тех пор, пока мы не увидим значительное рассекречивание того, что мы делаем в космосе и что делает Китай и Россия, и как космос в их повседневной жизни. Замечание Роджерса о том, что у США, Китая и России есть секретные космические программы, и что общественность должна знать о них больше, чтобы поддержать создание космических сил, является ошеломляющим признанием существования конкурирующих военных программ с космическими технологиями, намного более продвинутыми, чем ракетные технологии, используемые НАСА и другими национальными космическими программами. Это перекликается с комментариями недавно ушедшего в отставку генерал-лейтенанта ВВС США Стивена Кваста в лекции, где он описал Китай, развивающий космический флот. Они строят флот в космосе с эквивалентом линкоров и эсминцев, которые смогут маневрировать, убивать и общаться с господством. Будущий космический флот Китая сможет уничтожить американские спутниковые системы и космические активы в одночасье. В своей статье Defense News, посвященной комментариям Боретта и Роджерса, Страут сказал, эти двое отказались сказать, сколько из портфеля Блачкс Пача может переместиться в общественность, и когда начнутся изменения. Но Боретт пообещал, что это будет фокус для ее офиса двигаться вперед, знак того, что прогресс может прийти в течение 2020 года. Два дня спустя было объявлено, что Комитет конференции Конгресса, созданный для решения конкурирующих предложений космических сил от Палаты представителей и Сената, достиг соглашения. Закон о разрешении национальной обороны на 2020 финансовый год будет содержать закон о космических силах, который официально запустит космические силы в начале 2020 года. Я объяснил ключевые положения закона о космических силах в более ранней статье, доступной здесь. В среду, 11 декабря, Палата представителей приняла двухпартийное соглашение, достигнутое для закона Space Force, и Сенат планирует проголосовать по нему на следующей неделе. Президент Дональд Трамп уже написал в Твиттере, что он немедленно подпишет его в закон, делающий создание космических сил официальным. Комментарии Боретта и Роджерса о необходимости рассекречивания большей части космической деятельности, тайно проводимой ВВС США, последовали только через день после того, как 6 декабря стало известно о достижении в Конгрессе соглашения принятия закона о космических силах. И это не случайно. Фактически, эта последовательность событий является ошеломляющим подтверждением того, что космические силы используются в качестве средства для рассекречивания ключевых элементов секретной космической программы ВВС США, которая обладает передовыми двигательными и энергетическими системами, которые революционизируют аэрокосмическую промышленность. Связь между созданием космических сил и процессом рассекречивания передовых космических технологий это именно то, что я предсказал в секретной космической программе ВВС США. Проще говоря, развертывание космических сил обеспечивает средства для раскрытия футуристических технологий, используемых ВВС, таким образом, что повышает общественное доверие, создавая почву для еще более замечательных разоблачений. Создание космических сил знаменует собой начало официального процесса раскрытия, который подтвердит, что источником многих наблюдений НЛО были, по сути, передовые космические технологии, разработанные ВВС США или воздушно-космическими силами таких крупных государств, как Россия и Китай. Недавно военно-морской флот США санкционировал выпуск пяти патентов на революционные электромагнитные двигательные энергетические системы, которые, по признанию одного из его ученых, активно разрабатываются Китаем. Китай имеет секретную космическую программу, которая очень беспокоит американских аналитиков национальной безопасности, таких как генерал-лейтенант Кваст, и это является ключевым фактором запуска космических сил. После развертывания космических сил в 2020 году будет создана сцена для дальнейшего раскрытия революционных аэрокосмических технологий. Можно ожидать, что объяснения происхождения таких технологий будут первоначально названы талантливыми учеными, такими как доктор Сальватор Паис из ВМС США, изобретатель пяти патентов ВМС, и аналогичные прорывы ученых в других национальных космических программах. Тем не менее, скрыть правду об их истинном происхождении будет гораздо труднее. Многие технологии, используемые в секретных космических программах, разработанных США, Китаем и Россией, были реинженерированы из артефактов, извлеченных из руин древних цивилизаций и из разбитых внеземных аппаратов, как недавно утверждал ряд инсайдеров. Среди них бывший директор оборонного разведывательного управления вице-адмирал Том Уилсон, который узнал, что крупный оборонный подрядчик активно занимался реинжинирингом такой технологии еще в 1997 году. В конце концов, о раскрытии технологически продвинутой внеземной жизни будет объявлено, но только после того, как создание и развертывание космических сил достигнет точки, когда общественное доверие будет таким, что социальный коллапс, предсказанный в докладе Брукингса 1961 года, не произойдет. В докладе Брукингса, о заглавленном предлагаемое исследование последствий мирной космической деятельности для человеческих дел, описан тревожный сценарий того, что может произойти с обществом, если человечество не будет достаточно подготовлено к открытию технологически развитых внеземных цивилизаций. Свидетельство его, внеземного, существования можно найти и в артефактах, оставленных на Луне или других планетах. Последствия для отношений и ценностей непредсказуемы, но будут сильно различаться в разных культурах и между группами внутри сложных обществ. Решающим фактором будет характер общения между нами и другими существами. Антропологические файлы содержат много примеров обществ, уверенных в своем месте во Вселенной, которые распались, когда им пришлось общаться с ранее незнакомыми обществами, исповедующими другие идеи и разные жизненные пути. Другие, пережившие подобный опыт, обычно делали это, расплачиваясь за изменения в ценностях, установках и поведении. Основные выводы из заявления министра ВВС, обещающего в будущем раскрытие секретной военно-космической программы и запуск космических сил, заключаются в том, что в настоящее время идет процесс официального раскрытия. 2020 год обещает стать захватывающим годом для всех желающих узнать о секретных космических программах, созданных США, Китаем и Россией, и в конечном итоге узнать об истинных истоках этих технологий. Продолжение следует...